Сегодня будет речь о макеваре. Макевара это основной снаряд каратэ. Практически работа на мешках, на грушах, как правило, мастерами мало используется. Единственное, используют еще лапы. В основном это работа каратэ с соперниками, работа с напарниками, работа воздух и работа на макеваре. Раньше макевару делали в основном самый лучший подходящий материал, это японская сосна. Так как у нас нет этой возможности, мы использовали дерево буб. Длина макевары должна, если вы подойдете к макеваре, все относительно индивидуально, но приблизительно на уровне солнечного склетения, чуть-чуть выше, на 2-3 см. Это высота макевара. Ширина, ширина порядка 11 см. И толщина, внизу она должна быть более утолщенная. Я рекомендую 3 вида макевары. То есть это 2,5 см внизу и 1,3 см, 1,5 см вверху. Потом 3 см, вторая категория толщины. Параметры 3 см внизу и 1,8 см, 2 см вверху. И самое жесткое макеваре это 3,5 см, 3,7 см внизу и 2,2 см, 2,5 см вверху. Вот толщина. Обязательно нужно, чтобы толщина была под конусом. Потому что макевара немножко должна пружинить. Имеет свойство весов. Почему это нужно? Потому что, ну, дальше я покажу эту технику. Потому что макевара должна, после воздействия на макевару, удара, макевара должна делать отдачу. То есть, и вот скорость возврата макевары, вы должны соответствовать ускорению вашей руки. Вы должны с такой же скоростью бить и мгновенно успеть расслабить, погасить отдачу. Поэтому макевара, она немножко как дисциплинированность. Второй тренер для каратиста. Набивающая поверхность, ударная часть макевара, обычно, и идеально, это делается из соломы, рисовой соломы. Сплетались косы и вылетались. И была подставка, и вокруг, как канатика, берёвка сматывалась. И получалась толщина рисовой соломы. И вот эта толщина в данной части была сантиметра 3. В неё можно было бить в полную мощь, не боясь травмировать руку. Единственное, поверхность очень сильно развивалась. Если неправильно наносишь удар, как правило, ученики, когда наносишь удар, рука начинает ездить. Или подворачиваться. И, как правило, многие стирают, сбивают корж. Так как у нас также нет возможности постоянно менять. Наполнитель? Да, наполнитель. То есть рисовывать солому. Мы заменили вот такой вот штучкой. Тоже нам привезли её из Японии. Более современная такая. Она продаётся в магазинах. Макевара. Она внутри матерчатая. Внутри такой уплотнитель. Но не упругий. Он немножко просто гасит отдачу дерева. Чуть-чуть. Чтобы можно было бить полную силу. Хотя она плотная. Можно убедиться. Ударить в неё. Вот. Ещё можно на дерево наклеивать. Многие делают сейчас и современные мастера в каратэ. Они наклеивают или обвязывают толстой кожей. Я рекомендую, значит, три варианта. Это кожа. Вот такая материя. И ещё шпагатка можно обвязывать. Очень важная работа Макевара. Вот мы сейчас перейдём к другой Макеваре. Это уже Макевара, которая довольно для высокого уровня спортсмена. Для начального я рекомендую более гибкую Макевару. Чтобы ученик не боялся получить отдачу и мог развивать силу удара. Насколько он мог. Изначально не нужно пить полную силу. Удар на массе нужно сконцентрироваться на технике. То есть это настойки. Очень важно. Макевара в последнюю очередь нужна для набивки. В первую очередь для отработки техники. То есть малая дистанция, длина удара и таймер. Киме. Концентрация в нужный момент, доля секунды, сконцентрировать всю вашу энергию. И выбросить ударную поверхность. Очень важно сохранить стойку. Жигашь опорную ногу. Скоряешь ударную ногу. В основном, бедная, как правило, и путь удачи. 90% работы Макевар не будет снашиваться. Скейт. Вот это Макевара для меня чуть выше. Высоковато? Я вам покажу. В принципе, удар должен наноситься чудо. Видите? Рука должна чуть-чуть. Вот здесь уже это высоковато. Чудо. И не меняется положение GKH. Многие набивают вот так. Я считаю, что это чистая набитка. В принципе, не работает GKH, да? То есть, работает. Ломается время стойка. Очень важно в статике отрабатываться техника. У GKH колено не двигается. Работает только заднее бедро. Скинь. 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 Следим за положением. Работает бедра. Откуда начинается удар? Начинается раскрутка, по сути. Удар начинается с хипиты. Хипиты. Подтягиваем таз, бедро. Как будто через блок берем. Делаем ротацию, вращение. Вот эта рука, которая делает у тебя, она начинает вращать поясницу. Поясница, нога, бедро. И только в последний момент выбрасывается локоть и кулак. Когда вы бьете, независимо в воздухе или макевару, удар должен, вы должны думать о локте, не о кулаке. Вы не должны бить кулаком. Все время думаете, что вы бьете локтем. Бьет локоть, не кулак. Потому что многие изначально, когда начинают бить кулаком, получается вот такой тевок. Китайцы ударили кулаком. Это грубая ошибка. Бьется локоть, локтем удар. Рука, предплечник, она форма отвертки. То есть, когда рука улетает, мы крутим не наконечник отвертки, мы крутим ручку отвертки. И вращается локоть, вставляется. Понятно, да? Вот, 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 спид. Медленно показываем. Нога, шиките, нога, шиките, нога, лошадь, спид. Спина. Почему? Кульши нельзя наклоняться. Спина. Перпендикулярно поварничать. Распортянут, низ живота. Дышать, низ живота. Констрация. Представляете, локтем? Затем у тебя по локте. Нельзя бить вот так. Кивой. Удар начать. Спид. В длину. И погасить. Очень важная отдача. Если ноги бьют так, и голова начинает бьет. Вот это нельзя делать. Это грубая шик. То есть, во-первых, это не очень хорошо для внутренней пары, для головы, потому что эта отдача. С какой силой вы бьете по макевари, вы получаете такую же отдачу. Поэтому нужно, чтобы вот эта отдача, которая делала обратно, вы должны гасить ее и направлять это обратно в ной. Откуда пришел удар, куда же вернулся. Продолжение следует... Приятного аппетита. Продолжение следует...